всем доброе утро меня такой сегодня очень бодрый понедельник и несмотря на то что лето закончилось хочу сегодня поговорить в очередной раз теме лишнего веса и о том насколько для животных это вообще проблема потому что несмотря ни на что несмотря ни на все обсуждения довольно часто можно услышать концепцию и от владельцев и не только будем честны от врачей тоже о том что лишний вес это ну как бы сами едите худейте отстаньте от милого котика он прекрасен когда у него как это счастливые глазки заплывшие слегка жиром и так далее и тому подобное совсем недавно в очередной раз мне показывали историю кота из перми кажется или из пензы который с морбидной степенью ожирения и там очень много комментариев о том что смысле зачем надо чтобы кот худел как он лежит не может шевелиться это ограничивает его подвижность и я уж молчу про все остальное но зачем поэтому вопрос насколько вообще нужно бороться с этой проблемой что это за проблема и как с этой проблемой можно бороться сегодня попробуем поговорить ну во первых это совершенно точно проблема ожирение вполне официально перенесли в категорию хронических заболеваний чем обратите внимание хроническое заболевание как любые другие хронические заболевания может рецидивировать и развивается достаточно медленно может не всегда приводить к острым симптомам и это действительно может иногда мешать при налаживании какого-то терапевтического контакта с владельцем для того чтобы убедить что все-таки это действительно так мне сейчас довольно часто помогает говорить о том что это хроническое заболевание и о том что жира это орган эндокринной системы это не просто запасы это орган эндокринной системы и владельцы зачастую конечно далеко не все представляют себе что такое эндокринная система но тем не менее многие все равно знают это что вот есть щитовидная железа если щитовидная железа слишком сильно разрастется то будешь как некоторые люди во внешности что это приводит к заболеванию и достаточно легко провести в этом случае аналогию потому что жиром действительно та же самая история жир не просто запасает это не единственная его функция совсем и при разрастании жировой ткани мы будем иметь проблемы аналогичные проблемы которые происходят при гиперплазии любых других эндокринных желез в общем то вот вырабатывается огромное количество активных веществ это и ряд цитокинов из которых наверное интереснее всего с клинической точки зрения фактор некроза опухоли альфа различные интерликины чем больше жира тем больше будет циркулировать свободных жирных кислот по организму вырабатываются факторы которые регулируют чувство сытости чувство голода наоборот вырабатывается реактивный белок опять же да у нас еще ничего не произошло у нас просто толстый котик или толстая собачка у них уже может повышаться в целом уровень реактивного белка и если говорить вообще про сам патогенез процесса жировая ткань состоит из адипоцитов адипоцит это нормальная живая клетка которая просто умеет запасать у себя внутри виде жировых капелек собственно запасы жира и был такой вот эксперимент на мышах которых кормили рационами с разной калорийностью то есть адекватный уровень который позволял мыши держаться в пределах нормальной кондиции рацион с повышенной калорийностью который собственно приводил к набору избыточной массы тела и с очень высокой калорийностью который приводил к выраженному же ожирению и здесь на мой взгляд весьма наглядно видно что у нас собственно происходит при ожирении у нас есть вот эти вот адипоциты на первой картинке слева на контрольной диете которые живут работают выполняют свою функцию и запасают некоторое количество жира в умеренном количестве это тоже важно и нужно да опять же точно так же как со случай с другими любыми эндокринными железами гипоплазия тоже не очень хорошо ну вот но гипоплазии это другая тема разговора мы пока говорим про гиперплазию скажем так и при увеличении их размера они удаляются по сути отжимают друг друга от сосудов которые впитают это я напомню живые клетки тоже нужно дышать им тоже нужно удалять продукты метаболизма и чем больше они увеличиваются в размерах тем активнее они гибнут и это вполне себе доказано то есть он до какого-то предела адипоцит может дорасти а дальше он начинает лопаться и сейчас конечно утрирую процесс не так выглядит но тем не менее и соответственно чем активнее у нас гибнут клетки тем больше туда прибегают макрофаги для того чтобы ликвидировать последствия гибели клеток и если говорить просто про мышечную ткань пока для начала до в которой увеличиваются жировые прослойки то будет происходить инфильтрация макрофагами и жировой ткани и мышечной ткани которые находятся вокруг при этом адипоциты при увеличении в размерах они продолжают вырабатывать стакины и они вырабатывают в большем количестве и при избыточной выработке мы будем иметь воспаление у нас еще ничего не произошло у нас нет травмы нет еще чего-то просто толстый котик лежит спит у него уже происходит активное хроническое воспаление просто потому что адипоциты не выдерживают такой большой нагрузки и мы получаем ряд всяких разных неприятных последствий ну и соответственно если у нас есть хоть малейший повод для воспаления а у животного с ожирением он будет практически всегда особенно в том что касается состояния суставов состоянии опорно-двигательного аппарата мы будем иметь усиление любого имеющегося хронического воспаления и соответственно усиление болевого синдрома что тоже в общем совсем совсем неприятно в принципе боль любая особенно хроническое ожирение это коморбидное состояние то есть не просто есть боль и есть ожирение из-за которого там не знаю тяжелее ходить тяжелее себя носить поэтому дискомфорт увеличивается в два раза если есть и то и другое нет если есть это и другое дискомфорт увеличивается в 10 раз такие подсчеты конечно не проводились но как бы когда мы говорим о коморбидных состояниях они друг друга усиливают мы имеем не просто отдельно одну проблему отдельно вторую которые наблюдаются рядышком они усиливают друг друга весьма заметно вот ожирение ускоряет развитие остеоартроза и потому что это дополнительная весовая нагрузка и соответственно влияние на паттерн движения и в первую очередь потому что у нас происходит активная выработка провоспалительных факторов нас усиливается воспаление весьма энергично вот а поскольку по ну уже довольно старым данным 2019 год каждая пятая взрослая собака и почти каждая четвертая взрослая кошка старше пяти лет имеют рентгенологические признаки остеоартроза а рентген еще не самый идеальный чувствительный метод для определения остеоартроза мы понимаем что эта проблема явно существует и с возрастом держать хорошую кондицию для пациента становится все более важным фактор некроза опухоли альфа про который я говорила он влияет на чувствительность инсулина и что у людей что у собак что кошек с ожирением наблюдается инсулино-резистентность причем если собак честно говоря не очень тревожит до тех пор пока они не заболеют диабетом непосредственно поскольку у собак диабет чаще аналогичный первому типу людей и происходит при разрушении клеток поджелудочной железы здесь конечно инсулино-резистентность совершенно не помогает в терапии но тем не менее да само по себе ожирение к диабету у собак приводить не будет и чаще она остается субклиническим то кошки чаще страдают диабетом аналогичным диабетом второго типа где инсулино-резистентность прямой повод его развития абсолютно и для кошек ожирение это прямой фактор риска развития диабета ну и конечно же у кошек есть такое прекрасное заболевание как липидоз на слайде есть гистология печени обычной кошки и кошки с ожирением красный цвет это липидные капли и безусловно риск развития острого липидоза у кошки с ожирением будет гораздо выше чем у стройной кошки мы знаем что это не единственный повод для развития липидоза и то что стройные даже истощенные кошки все равно могут им страдать но чем больше гипотоцитов у нас пострадало и замещено жировой тканью из-за ожирения потому что печень тоже никуда не денется будет накапливать все это вокруг чем больше будет свободных жирных кислот в случае голода в случае какого-то стресса а чем больше жировой ткани тем больше будет мобилизация свободно жирных кислот из депо чем больше депо тем больше их поступит в кровоток тем больше шансов что печень с этим совсем не справится и мы будем наблюдать жировой некроз гепатоцитов, ну и, собственно, уже тяжелое клиническое состояние. То есть это не просто само по себе хроническая проблема, это еще и повод для развития ряда других заболеваний, часть из которых тоже хроническая, и с которыми крайне тяжело бороться, как, например, в случае с остеоартрозом, а часть вполне себе острая, тяжелая, как с тем же самым липидозом или диабетом. Причина развития избыточного веса, как в целом почти любого другого заболевания, одна единственная. Лишний вес развивается тогда, когда количество поступающих в организм калорий больше, чем то количество калорий, которое организм может использовать. Все. Это единственная причина. У нас есть ряд факторов, которые могут косвенно или абсолютно прямо влиять либо на количество поступающих калорий, либо на количество калорий, которые организм использует. На перекармливание, кормление тремя владельцами, каждый из которых уверен, что кормит только один, он лично, конечно же, и даже различные заболевания, они все только влияют на что-то одно или на оба фактора из происходящих. Кастрация будет влиять на количество калорий, которые использует организм. И за счет небольшого снижения активности, ну чаще небольшого, где бывают разные варианты, и за счет того, что на поддержание полового цикла вообще тоже тратилась энергия достаточно активно организмам, невзирая на то, что активность могла вообще не измениться. Количество потребляемых калорий все равно может снизиться. Если еда продолжает поступать та же самая, что была до кастрации, а тратится калории организма меньше, то мы получаем, собственно, набор лишнего веса. Аналогично с приемом ряда препаратов, которые влияют на аппетит, те же самые глюкокортикостероиды, аналогично с эндокринными заболеваниями, животные с гипотириозом действительно почти не тратят энергию. Это настолько замедлены вообще все процессы, ну и бялости, слабости, очень низкую активность, что действительно у них может поступать в организм в два раза меньше калорий, чем на здоровое животное, той же массы тела, идеальной массы тела. И они будут набирать лишний вес и с огромным трудом его терять. Но, опять же, причина останется одна и та же. И, опять же, даже при гипотириозе, то есть даже когда у нас есть совершенно очевидная причина, мы в большинстве случаев не можем привести животное в хорошую кондицию только на использовании тироксина, только на заместительной терапии. Диета все равно нужна. Процессы эти очень медленные, а лишний жир вообще не будет помогать таким пациентам. Поэтому еще раз, причина одна. Мы прям знаем патогенез, мы понимаем, что если у нас количество калорий больше поступает в организм, чем используется, они будут запасаться в адипоцитах. Поступают меньше, они будут метаболизироваться из ДПО, из адипоцитов, использоваться для жизни. Нету никаких других поводов, никаких других причин. И если говорить про влияние на поступление калорий, сразу скажу, самая главная причина развития лишнего веса на фоне избыточного поступления калорий, то есть при перекармливании, при неправильном использовании лакомств, при необходимости использовать много каких-то очень калорийных лакомств для коррекции поведения, например. Неважно, из какого источника эти калории поступают. Нет проблемы, что ожирение начинается из углеводов. Я вам больше скажу, у людей тоже нет такой проблемы. Та же самая проблема – избыточное поступление калорий. Будет это избыточное поступление из углеводов, из белков, из жиров, неважно. Это так не работает. Собственно, как у нас вообще происходит метаболизм? У нас есть белковый, жировой и углеводный обмен, которые, собственно, протекают, в общем, довольно схожи, хотя и со своими нюансами у разных видов. И что у нас происходит? Если у нас белок поступает в организм, у нас есть незаменимые аминокислоты, которые должны обеспечить определенные анаболические потребности организма. потратиться на структурные функции, на функции для поддержания иммунитета, на все остальное. Как только потребность в аминокислотах для закрывания этих процессов использована, то есть аминокислоты обеспечили все, что необходимо, весь избыточный белок будет дальше использоваться исключительно как источник энергии. В организме нет способности накапливать белок про запас. Поэтому он будет расщепляться и не очень эффективно, но использоваться как источник энергии. С жирами та же самая история. У нас есть незаменимые жирные кислоты, у нас есть жирорастворимые витамины, которые тоже обычно не обязательно, но коррелируют с поступлением уровня жиров. И незаменимые жирные кислоты обеспечивают потребности организма в них. Все, что будет в избытке, будет расщепляться и использоваться как источник энергии. Но здесь все, в общем, довольно прямолинейно. Углеводы. Аналогично. Обеспечили потребность глюкозе, если углеводы у нас вообще поступают в рационе для кошек и собак, это не всегда так. Но, тем не менее, обеспечили потребность глюкозе. А в глюкозе нуждаются ткани вообще без вариантов. У нас только глюкоза может обеспечивать потребность в энергии центральной нервной системы, некоторых клеток глаз, надпочечников. Это прям тоже важный компонент. И весь, все, что сверх этой потребности в глюкозе, опять же, будет преобразовано в энергию. Дальше у нас части энергии полученной используются на все, что нужно для организма, вплоть до, собственно, самих процессов метаболизма. И если у нас что-то еще остается, то есть организм потратил эту энергию, но не все, у нас какое-то количество энергии еще осталось, она будет преобразована в жир и запасена в адипоцитах, собственно, в периферической жировой ткани. И вне зависимости от того, из каких источников этот жир поступил, из каких источников избыток энергии случился, организму дальше уже не важно. Он на этом этапе имеет вполне себе одинаковых предшественников, вне зависимости от. У нас будут немножко разные пути преобразования энергии, у нас разная эффективность, но не так сильно отличающиеся, как кажется на самом деле. И преобразование пищевых углеводов в жир идет дольше, менее эффективно и требует больше энергии, чем преобразование жира в жир. Просто потому, что свободные жирные кислоты, до которых мы доходим в процессе метаболизма, если они не пригодились как источник энергии, они идут в адипоциты просто в своем прямом виде, грубо говоря, и там уже запасаются. А что для белков, что для углеводов, нам нужны еще некоторые метаболические процессы, чтобы это все могло запастись в виде, собственно, свободных жирных кислот. Вот разница не столь велика, но тем не менее, нет никакой чудесной магии, из-за которой сахар напрямую всасывается в жировую ткань. Это так не работает. У людей действительно есть некоторая корреляция между склонностью к набору лишнего веса и высоким потреблением простых сахаров в первую очередь, даже не сложных углеводов, а простых сахаров. Ну или, в принципе, высокоуглеводной, несбалансированной диете. Но это связано, скорее, с меньшей способностью углеводов насыщать человека. У нас есть некоторая зависимость пищевого поведения, скажем так, чувства сытости от состава рациона. У собак это почти не исследовалось, данных немного. Но есть такое достаточно свежее исследование, когда собак кормили диетой с одинаковым содержанием калорий. Одна была высоко жировая, почти 60% метаболической энергии поступала из жиров, и вторая была высокоуглеводной. Собственно, аналогичное количество энергии поступало из углеводов. Это как раз почти верхний предел переносимости собаками в целом. И индекс массы тела не изменился в обеих группах. Пока собаки получают столько калорий, сколько они тратят, они не набирают лишний вес. Даже если они едят сплошные углеводы, на взгляд владельца. Правда, исследована, проверено, не работает. Более того, у собак не изменялась большая часть метаболических маркеров. И предварительно уже есть вывод, что вероятно, способность насыщать одинаковая. Здесь, конечно, есть разница, что собаки все-таки не получают простые сахара. Если у человека добавленные простые сахара могут быть до 10% в рационе в норме абсолютно, то у собак все-таки гораздо меньшее значение они имеют. Большая часть углеводов сложная. Возможно, с этим связано. Возможно, мы получим позже какие-то еще данные, которые позволят подкорректировать эти выводы. Но пока высокоуглеводная диета насыщает так же. При этом, когда сравнивали на кормлении в свободном доступе, на кормлении адлибитум, опять же, на двух разных группах собак, собаки, которые получали высокожирную диету, набрали почти в два раза больше жира в организме. Ну, не в смысле начали в два раза больше весить, но значительно отличались по набору лишнего веса от собак на высокоуглеводной диете. Но это кормление адлибитума, то есть кормление без ограничения порции, кормление в волю. И здесь есть как минимум два фактора, которые могли этому помогать. Совершенно очевидно. Первый фактор – то, что жир дает в два раза больше калорий, чем такое же количество белков или углеводов. То есть один грамм жира в два раза более энергетически ценный, чем такое же количество белков или углеводов. Соответственно, при одинаковой порции высокожирная порция будет давать гораздо больше калорий. Если в собак физически влезало условно 100 грамм, то 100 грамм высокой жирной диеты будет давать больше калорий, чем 100 грамм высокоуглеводной. Это, кстати, в обратную сторону тоже работает. При добавлении углеводов, но снижении количества жира, мы вполне можем позволить себе увеличить порцию в объеме, не увеличивая при этом калорийность. И это может быть удобно для процесса снижения массы тела. С белками тоже работает, но с белками там есть своя история. Вторая проблема или вторая причина того, почему это так происходило, это то, что все-таки жир – это вкусно. Жир – это довольно ценно, это не так много встречается, это менее ценно, чем белок, к которому организм вообще относится с большой жадностью. Но это то, что очень сильно влияет на наши вкусовые предпочтения. На нашем смысле у всех – собаку, кошку, человека. Собаки не совсем прямолинейно всегда будут выбирать более жирную еду, но в ситуации, когда мы сравниваем высокоуглеводную и высокожирную, высокожирная будет им казаться более вкусной. Соответственно, это вкусно, это уже влияет на стремление съесть больше, чем необходимо, еще и более высокая энергетическая плотность. Вот. Поэтому, как ни крути, а причина все-таки – избыток энергии. Из любого источника, неважно. Нет такого, что начали есть углеводы, поэтому растолстели. Начали есть слишком много углеводов – окей. А вообще, скорее, не слишком много углеводов, а просто слишком много еды. Что там конкретно источник – это уже дело, ну, не скажу, что десятое, но совсем не первое. И играет эта роль только в том случае, когда мы понимаем, что для снижения массы тела, особенно у людей, ну, вот не может человек обойтись без углеводов. Без жира легко, там, белок по минимуму себе обеспечил ему хорошо, но без углеводов никак не может. Так классно, прекрасно так похудеет, если суммарно снизит количество калорий. Вот, соответственно, да, хроническое заболевание, причина понятна, лечение тоже весьма очевидно. Количество поступающих калорий нужно снизить, количество калорий, которые мы тратим, надо увеличить. Все. Никакой больше магии. В принципе, все легко, все понятно, казалось бы, в чем вообще проблема. Вот, причем у людей, напомню, тоже работает то же самое. Работает снижение потребления калорий, не снижение отдельных видов еды. Более того, насколько мне известно, по крайней мере, то, что транслируется адекватными человеческими диетологами, рацион человека должен оставаться разнообразным и содержащим и белки, и жиры, и углеводы. Мы снижаем общее количество потребления энергии. Но если пытаться отказываться от какого-то одного источника в рационе, можно получить кучу всяких негативных последствий. Дальше вопрос, повторюсь, скорее уже индивидуальных предпочтений. Все эти бесконечные количества диет, которые существуют, они направлены для того, чтобы человек мог найти более комфортный для себя вариант снижения потребления количества калорий. Абсолютно любые способы направлены на это. Если они работают, они работают, потому что человеку стало комфортно, он смог преобразовать свою жизнь так, чтобы ему было удобно постоянно потреблять меньшее количество калорий, вот именно на таком типе. Но ограничивающие резко диеты работают редко, и очень быстро наступает откат, очень быстро наступает набор веса обратно. Вот, просто есть исследования, их очень много, у людей, слава богу, с выборками и с количеством исследований попроще, чем у нас, чем у собак и кошек. И, пожалуйста, 88 взрослых людей с абдоминальным ожирением получали две изокалорийные диеты, одна с высоким содержанием жира, вторая с высоким содержанием углеводов. Но потребление калорий в обоих случаях одинаковое. И потери веса была одинаковы в обеих группах. Показатели физиологические были одинаковы в обеих группах, и артериальное давление, и уровень глюкозы, и уровень инсулина снижались одинаково с потерей веса. Вне зависимости от того, на какой диете сидели, даже на высокоуглеводной диете глюкоза, натощак инсулин снижались одинаково, как и на высоко жировой, по сравнению с состоянием, когда вес был выше. И качество тела тоже не менялось, ну, в смысле, не отличалось. Не было такого, что, не знаю, на высоко жировой диете жир снижался, мышцы оставались, а на высокоуглеводной мышце терялись. Нет, тоже одинаково, тоже измерялось. Поэтому, собственно, собака и кошек тоже это работают. Основы метаболические у нас весьма похожи. Поэтому для того, чтобы снизить массу тела, для начала нужно узнать, сколько собака или кошка получает калории на текущий вес. И это обычно самое сложное, потому что чаще всего, когда владелец приходит на прием, если спросить, сколько он в граммах дает еды, что мы чаще всего слышим. Ну, вот, знаете, такая стандартная миска, такая обычная металлическая, чуть больше половины. Или вот, ну, вот столько мы даем, там, три раза в день, ну, или, может быть, вот столько. Ну, и, в общем, дальше начинаются некоторые вопросы. Если мы понимаем, что это сложный случай, то есть владелец уже пробовал снижать массу тела, у него не получилось сделать это самостоятельно, или это уже очень срочно нам необходимо, потому что, например, планируется, не знаю, операция на опорно-бегательном аппарате, и животное с лишним весом просто сильно рискует скоростью восстановления и даже полнотой восстановления функции после таких операций. Или у нас есть, например, тот же самый диабет в кошке, и так далее, и так далее, и так далее. То оценить, сколько они сейчас едят калорий, становится очень важным, потому что только в этом случае мы сможем быстро и эффективно начать программу по снижению массы тела. Вот, поэтому просим владельцев взвешивать. Для кошки, которая привыкла питаться постоянной стоящей миски, это тоже не проблема. То есть взвесили утром половинку суточной порции, в течение дня кошка поела, взвесили, сколько осталось, записали, поставили на ночь следующую часть, точно так же взвесили. Это желательно делать в течение хотя бы 2-3 дней, особенно для кошек, у них может довольно заметно просто так меняться уровень потребления энергии, зачастую, особенно если их несколько живет. Вот, для собак это обычно проще. В общем, все взвесили. Для собак чаще существует вторая проблема, когда мы пытаемся определить, какое количество лакомств питомец получает. Вот, есть мой любимый метод мешочка, когда, если владелец говорит, что, ну, я не знаю, вот я даю, вот у меня есть поясная сумка, вот я из нее использую, но иногда еще что-то получает там дома, еще может получать там от... мужа, жены, детей, не знаю, приходящей кормилицы и так далее и тому подобное. Вот в этом случае довольно удобно это использовать, когда всем, кто хоть что-то может дать собаке, ну, или реже кошке, вручается пакетик утром, и в течение дня каждый раз, когда какой-то кусочек дается собаке, такой же кусочек попадется в пакетик. Вечером все это разбирается, взвешивается, записывается и отправляется врачу для того, чтобы можно было корректировать программу по снижению массы тела. Еще очень люблю этот метод за то, что иногда люди мне вместо перечня продуктов и весов говорят, мы все поняли. И для коррекции массы тела достаточно просто скорректировать потребление лакомств. Люди неожиданно обнаруживают, что да, это, кажется, правда было слишком много. Оказалось, что так мало. Не всегда так волшебно работает, это, конечно, самый удобный способ, но тем не менее. Ну и, собственно, после того, как мы узнали количество калорий, мы либо уменьшаем порцию в том случае, если мы выяснили, что она была очень большой, гораздо больше, чем среднее расчетное потребление, либо, что является гораздо более эффективным все-таки и более гуманным, скажем так, для владельца, даже, ладно, пока для пациента, это смена корма на менее калорийный. Собственно, если не пытаться взвешивать, а просто начать давать меньше, мы теряем один важный фактор контроля. Достаточно часто владельцы говорят, что вот он ничего не ест и толстеет. Вообще и так мало ест, а все равно толстый, и что-то тут не так, доктор, давайте срочно найдем заболевание. Заболевание находится далеко не всегда, но проблема в том, что да, так действительно может быть. Это, конечно, закон нарушает, закон сохранения энергии, но здесь проблема в том, что чаще всего активный набор веса, когда действительно животное либо резко снизило потребление энергии, то есть по какой-то причине, да, там, операция любая, снижение активности, все что угодно, либо резко начало набирать, получать энергии больше, чем тратится, набор веса обычно происходит довольно динамично. Достигает определенного уровня, снижается активность, снижается еще сильнее потребление энергии, и вес выходит на такое плата, на котором действительно энергии потребляется уже меньше, чем было раньше, до того, как начался набор веса. Но снижение не происходит, потому что затраты энергии снизились гораздо-гораздо сильнее, чем было на том этапе. Вот, поэтому мы действительно можем столкнуться с ситуацией, когда владелец уже дает корму адекватное количество. Кстати, если мы хотим сделать хоть какие-то первичные выводы и использовать промышленный корм, можно для начала хотя бы уточнить, а вы даете вот как на этикетке написано, или вы даете больше. И второй момент, сразу тоже очень важный. Владелец должен давать порцию корма, как на этикетке, на идеальный вес, не на текущий. Если котик весит 6 килограмм, а должен весить 4, его лишние 2 килограмма жира не нуждаются в минералах, витаминах, и уж тем более они не нуждаются в калориях. Поэтому определение порции всегда идет на идеальный вес, на идеальную массу тела. Вот, и если владелец говорит, что да, вот у нас собака весит 15 килограмм, должна весить 10 килограмм, а мы даем порцию на 15 килограмм, тут, скорее всего, все еще нормально, достаточно просто, и с этим справиться будет не очень сложно, и действительно может сработать уменьшение порции, хотя это может привести к некоторым другим последствиям. Но если порция действительно уже адекватная, или даже уже сниженная относительно того, что рекомендовано, вот тут мы будем иметь проблемы, достаточно очевидная, да, у меня на слайде приведен пример, это абсолютно реальный мой ПЦМ, то есть собака не снижала вес, владельцы попробовали самостоятельно снизить порцию корма, и на момент обращения, собственно, собака получала 70 грамм корма, это на 50 килокалорий меньше, чем средняя расчетная на ее идеальный вес, она не снижала, надо снижать еще больше, и так бывает очень часто, но при этом на такой порции у нее уже был дефицит белка, то есть она получала 17 грамм против тех 19, которые ей были бы рекомендованы в сутки, если эту порцию еще уменьшить, мы получим еще более выраженный дефицит белка, дефицит белка потихонечку может привести к тому, что у нас будет недостаток мышечной массы, а мышцы вообще довольно много тратят энергии, сами по себе, мы получим еще большее снижение затрат энергии, соответственно, на той порции, которая будет снижение веса, тоже не будет происходить, ну, в общем, это довольно бестолковый замкнутый круг, в который лучше даже не начинать вступать. Дефицит белка здесь обычно самый наглядный, и, опять же, если говорить про промышленные рационы, довольно часто, если мы видим дефицит белка, мы можем подозревать, что будет дефицит других питательных веществ, потому что это обычно основной лимитирующий фактор, основной ограничитель в плане рекомендации размера порции. При небольшой разнице относительно рекомендованного все может быть адекватно, и даже при большой разнице иногда все может быть адекватно, но в среднем это прямой способ заподозрить, что что-то тут не так. И я, правда, очень рекомендую, если дают небольшую порцию, проверить потребление белка. Именно по этой причине чаще всего снижать порцию плохая идея и не даст эффекта. Вот, есть второй вариант. Можно, опять же, не оценивая текущий уровень потребления калорий, просто перевести на корм для похудения. Кормов для похудения и сейчас тоже довольно много. По рекомендациям упаковки выбрали порцию, вроде бы все хорошо, но может получиться так, что эта порция будет более калорийной, чем та, которую питомец получает сейчас. Это будет не всегда. Это в достаточно сложных случаях, когда уровень потребления энергии очень сильно снижен относительно среднего расчетного, но так тоже запросто может быть. И если вы понимаете, что ситуация уже не самая простая, я повторюсь, быстрее и эффективнее будет все-таки заставить владельца взвесить, сколько король дают сейчас, для того, чтобы можно было посчитать текущее количество калорий и снижать уже относительно текущего количества калорий. Не пальцем в небо, а бы как, а прям конкретно. Если мы знаем, что сейчас 250 сделали, 200 точно худеть начнет. Если не начнет, значит, кто-то еще кормит, и что-то здесь не так надо выяснять, в чем причина. А вот если мы не знаем, сколько было, то мы будем так, ух ты, почему-то на корм для похудения толстеет. Как так получилось? Непонятно. Это не так сложно, как кажется, честно скажу, особенно когда речь про промышленные корма, где информация про калорийность у нас есть на этикетке. Посчитать несложно. Конечно, в несложных случаях перевести на корм для снижения массы тела вполне себе может сработать. Но взвешивать порцию этого корма все равно придется. Если мы просим владельца взвесить, а он наотрез отказывается это делать, или соглашается, но не взвешивает, ты ему пишешь, звонишь, а он говорит, ну, весов нет, что-то не знаю, как-то, ну, никак. Никакая программа коррекции массы тела все равно не поможет. Какой-то контроль здесь нужен, особенно на ранних этапах. То есть надо сначала как бы договориться, одолжить весы, благо сейчас много у кого они есть на кухне, все рано или поздно их покупают. У кого одолжить, скорее всего, найдется. И дальше уже потихоньку с этим работать. Иногда, может быть, даже взвесить порцию корма в клинике, взять мерный стакан, показать, сколько там должно быть, прям вот маркером просто обвести и отправить домой с этим, но это такой уже довольно крайний случай. Обычно удается убедить более простыми способами. Собственно, что делать, да? Как это все должно работать? Коррекция порции – это самый нежелательный вариант, помимо дефицитов, еще и потому, что это может влиять на поведение собаки или кошки. Может появиться чувство попрошенничества. Привык все время есть так, что миска полная почти доверху, а тут миски на донышке. Это все может привести к тому, что собака будет просто ходить, смотреть кого-то на глазами, кошка будет стучать миской, орать, и ее вообще не будет волновать, сколько сейчас часов, и что сейчас делает владелец. И, естественно, это очень активно влияет на поведение владельца, который, конечно же, довольно бодро начинает нарушать диету. Ну, потому что невозможно же это. Зачастую просто комфорт человека. Даже если человек там стиснет зубы и как-то перетерпит такое поведение питомца. Но, знаете, депривация сна из-за того, что кошка не дает спать – это плохая идея, это не то, что стоит рекомендовать владельцу. И здесь желательно это тоже учитывать, что если мы переведем на менее калорийный корм, ну, или для домашнего рациона будем использовать менее калорийные продукты, то зачастую мы можем сохранить порцию того же объема, что она была, а иногда даже чуть ее увеличить. И, конечно же, это будет вполне хорошим способом борьбы с попрошенничеством. Все равно бывают исключения, но чаще всего это животные, у которых и так попрошенничество, и так постоянно голодные глаза. Да, такие тоже бывают, но тут как бы владельцу придется как-то учиться с этим жить и находить другие радости в жизни. Есть огромная проблема вообще. История с ожирением напоминает хроническое заболевание. Его нельзя вылечить раз и навсегда. И такие животные остаются с сниженным потреблением калорий на всю жизнь. По этой причине, конечно, мы можем заставить владельца сказать, все, вот, месяц даете там 3 грамма корма в день, больше ничего. В целом собака на этом похудеет. Кошка на этом заработает, лепидосы помрет, поэтому тут можно не рассматривать. Вот, собака на этом в целом похудеет. Для собак даже ноль диеты возможно. Но месяц владелец так, возможно, еще проживет. Прямо если он будет действительно, он уже наглядно столкнулся с последствиями, с операцией, с заболеваниями, с позвонковых дисков, еще с чем-то. И он может вот просто, сжав зубы, сжав кулаки, кое-как этот месяц пережить. Но он не сможет жить так всю оставшуюся жизнь. А это необходимо. Не получится такого волшебного эффекта, что вот питомец похудел и может опять спокойно есть вот так вот из ведра, мешками и предыдущий корм, и все с ним будет хорошо. Не сработает. Поэтому всегда, когда мы говорим по программе по снижению массы тела, надо учитывать, что мы должны придумать комфортный способ, потому что это на всю оставшуюся жизнь с питомцем. Ну, почти на всю, ладно. Кошка может заболеть болезнью почек, похудеть самостоятельно, и с ней придется, наоборот, уже работать на увеличение потребления еды. Но это частность. Это глобально с точки зрения ожирения. Это важно сразу понимать, что это бег на долгую дистанцию. И здесь не надо использовать методы, которые требуют необходимости что-то перетерпеть. Как бы работаем осторожно. Совсем без ограничений невозможно, но это должно быть комфортно. Для питомца и для владельца. Поэтому, если просто посмотреть на табличку на слайде, в качестве примера, вот у нас есть текущее потребление корма в верхней строчке, какого-то просто абстрактного корма для взрослых собак. Текущее потребление 120 грамм. Это 450 калорий. Средняя расчетная потребность этой конкретной собаки, это опять абсолютно реальный мой пациент. 660 килокалорий в сутки. Она сейчас потребляет 450 калорий. 500 килокалорий в сутки и не снижает на этом массу тела. И это вообще не ошибка. Так будет. Будет довольно часто. Если так не будет, то просто потому, что более простые случаи худеют зачастую без вмешательства вообще ветеринарного врача. А такая разница совершенно адекватна. И да, надо еще снижать поступление энергии. Несмотря на то, что это уже на 200 килокалорий меньше, чем было, надо еще. Так бывает. При гипотериозе она может уже 300 есть, все равно будет с избыточным весом. И надо снижать еще. И, соответственно, как бы мы понимаем, что это уже дефицит белка. Но если мы сменим на сухой корм, рекомендованный для коррекции массы тела, то собака может получать на 20 грамм еды больше, 140 грамм еды. Это будет почти на 100 килокалорий меньше, чем она получает сейчас. И при этом достаточное количество белка. Это классно работает. Корма для снижения веса. Это эффективно. В большинстве случаев, ну, по крайней мере, когда это адекватное создание ветеринарных линейок. Скажу честно, сейчас далеко не всех ветеринарных линейок это касается. Поэтому приходится все это проверять вручную. Но мне очень нравится, когда я занимаюсь обучением именно диетологов, мы доходим до темы про ожирение. Мы разбираем, что у нас должно быть достаточно белка, меньше калорий, чем текущее поступление. И иногда у меня такие восторженные, ух, да, если взять корм для ожиревших, то прям классно подходит, и белка хватает, калорий становится меньше, здорово. Да, он для этого создан. Это работает. Это не должно удивлять. Меня скорее удивляет, когда на корме написано, что он для снижения веса, а он по калорийности хуже, чем любой повседневный. Но это уже ладно. В частности, к сожалению, приходится проверять. Крайней мере, в данном случае, стейти менеджмента отлично подходит, вполне себе. Для многих случаев это будет адекватно. Ну, вот как сейчас, да. А если вы возьмете влажный корм, специализированный для коррекции массы тела, то может быть вообще магия. Собака может есть 520 грамм корма в сутки и худеть, получать достаточно белка и иметь дефицит калорий относительно текущего потребления 150 килокалорий. И этого будет достаточно, чтобы хотя бы начать снижать массу тела точно. Хотя еда увеличится по весу просто во много раз. Для влажных кормов это здорово работает, потому что и влажная там вода преимущественна. У них хорошая поедаемость. Если у нас есть проблемы с попрошайничеством, вполне можно работать и такими способами в том числе. Если мы используем корма, очень здорово проверять полноценность хотя бы по белку. То есть посчитали, какую порцию мы рекомендуем. Не надо надеяться на владельца. Посчитали, написали. И проверили, хватает ли на этой порции белка. Особенно, когда мы понимаем, что нам надо настолько сильно ее снижать. Если у нас вообще никак уже вроде снизили и у нас дальше начинается дефицит белка, можно пробовать использовать влажный или смешанный сухой плюс влажный хотя бы. Понятно, что 520 грамм влажного корма это, конечно, классно и собака, скорее всего, порадуется, но это дорого. Не все владельцы этому порадуются. Но как смешанные варианты тоже можно пробовать это использовать. Это тоже такой довольно удобный способ предотвратить потенциальное стремление попрошайничать и нарушать диету. Собственно, еще один пример. Вот питомец, у которого это котик, среднее расчетное потребление энергии 250 килокалорий в сутки, он сейчас потребляет 178. Он никогда больше не будет потреблять, даже на самом деле, даже если у него случатся какие-то заболевания, за исключением разве что гипертиреоза, у него не увеличится затрата энергии с огромной долей вероятности. Поэтому любые пищевые привычки, любое такое взаимодействие меняется навсегда. И подумать о том, каково владельце будет потом жить с нашими назначениями, надо вот уже на этом этапе. Не надеяться на то, что да, просто кормите меньше, держите себя в руках, кормите меньше. Во-первых, это может быть дефицит белка, как минимум. И это на длинные дистанции точно плохая идея. А во-вторых, это слишком много поводов для того, чтобы владелец вот это вот кормить просто меньше, рано или поздно нарушил. Пусть даже острая проблема пройдет. Мы работаем с хроническим заболеванием, которое придется контролировать все время. Так что специализированные диеты – это классно. И я, кстати, периодически сталкиваюсь тут с владельцами, которые говорят, вот мы никак не можем похудеть, что нам делать. Вот мы переходили там на тот же самый Сатайти, например, на специализированную диету. Классно похудел, все замечательно. Нам сказали, что нельзя постоянно так кормить дольше шести недель или шести месяцев. А мы перешли на такой повседневный корм, он сразу обратно набрал, на другой повседневный корм он еще больше набрал. Что делать? Помогите. Можно кормить на постоянной основе диеты или если не кобесите. Откуда мысль, что так нельзя? Специализированная диета для контроля массы тела – это полнорационный корм. Он не содержит никаких дефицитов. В нем нет ничего такого, что нельзя было бы использовать на постоянной основе. Он может противоречить какому-то сопутствующему заболеванию, той же, не знаю, проблеме с почками. Но мы пока не о таких пациентах. Благо, у кошек с проблемой почек обычно нету проблем с лишним весом. Есть те же самые, например, диеты при заболевании почек, гнейки ренальной. Они содержат очень низкое количество белка, очень низкое количество фосфора. И просто для здорового животного это может быть не очень хорошо, особенно если это питомец с высокой активностью, у него и мышечная масса может страдать, и на шерсть это может влиять не очень. Да, там белка по потребности, но там впритык по потребности. На жизни хватает, скажем так, а на дополнительные какие-то бонусы к жизни уже не очень. Поэтому, да, такую диету не стоит назначать здоровому животному на постоянной основе. Но это не должно приходить в голову. Диеты линейки уринария, например, особенно предназначены для растворения струвидных камней. Они могут закислять мочу, поэтому в большинстве случаев их нельзя применять длительно, потому что мы можем вместо струвидов получить эксалаты, в том числе из-за изменения по ашмочи. И то бывают исключения, когда они могут быть все-таки нужны для постоянного применения. Но это индивидуально и при условии постоянного контроля. Вот в диетах линейки Обесити ничего такого нет. Если мы понимаем, что у нас ситуация, как на предыдущем слайде, что всю жизнь собака должна будет есть по калорийности в два раза меньше, чем средняя расчетная на ее вес, вы с огромной долей вероятности не найдете повседневный корм, который обеспечит ей столько калорий и при этом достаточно белка. В то время как лечебная линейка вполне подойдет. И ничего страшного, если нам будет есть ее постоянно. Что за проблема? Нет, конечно, если собаке там нужно скинуть лишние полкило из 30, да, это, скорее всего, можно сделать без привлечения тяжелой артиллерии. Но если мы понимаем, что у нас вот такая вот прям тяжелая ситуация, что нам даже лечебные линейки впритык обеспечивают белок, не надо настойчиво рекомендовать с нее уйти. Ничего страшного не произойдет, если не будет есть ее длитель. Там нет ничего такого, что отличало бы ее от просто обычного корма. Ну, в смысле, она отличается тем, что она низкокалорийная и высокобелковая. Но в целом повседневному корму никто тоже не мешает быть низкокалорийным и высокобелковым. Просто для большинства это не нужно и неудобно. А в таких случаях это вполне возможно. Ну и, соответственно, менять привычки надо на всю жизнь. Поэтому, чтобы это пережить, надо действительно пройтись по всем пунктам взаимодействия владельца и питомца. Наименее калорийный корм классно работает. Влажный рацион использования тоже может хорошо помогать. Я всегда рекомендую, у меня это есть в шаблоне для любого плана по коррекции массы тела, я рекомендую все, что может помочь обогатить среду обитания. Интерактивные миски. Миски для замедления поедания, потому что чем медленнее ест, тем быстрее будет чувство насыщения. Это не значит, что надо есть только из миски для замедления поедания. Далеко не для всех собак это подойдет. А уж особенно, если у нас есть чувство голода, пытаться заставлять собаку выедать аккуратненько из миски тоже не надо. Но часть еды давать в таком виде вполне нормально и хорошо. Почему нет? И повышение активности, оно тоже важная, нужная рекомендация. Но здесь есть некоторые но, скажем так. Первый пункт, который особенно важен для владельцев собак, но для владельцев кожи тоже бывает необходимо, это коррекция лакомств. Даже если мы переведем на сытайте менеджмент и вроде как снижение веса начнется, а потом владелец успокоится и снова вернется к привычному режиму выдачи лакомств, мы можем обнаружить откат. Владельцы очень часто сильно недооценивают калорийность сушеных лакомств, особенно сушеного легкого. Но оно же легкое, что-то ерунда какая-то. При этом заставлять владельца на всю жизнь отказываться от лакомств тоже не самая правильная идея. Особенно если речь идет про собаку, с которой гуляют на улице, для которой нужен хороший подзыв, хороший контроль. Очень часто сейчас, все чаще и чаще мы встречаемся с животными, с которыми работают специалисты по коррекции поведения. С шумовыми фобиями, с социализацией, с много-много-много-много чем. И запретить владельцу такой собаке давать любые лакомства, это значит опять же очень сильно ухудшить их совместное качество жизни. Это значит получить серьезный откат в плане коррекции поведения. Это значит, ну в общем, не очень. Им всем будет радостно совместно в этой ситуации. Так лучше не делать. И лакомство мы учитываем в общей калорийности рациона. И самый классный способ, который мы можем использовать на самом деле, это преимущественно рекомендовать использовать в качестве лакомства овощи. Либо менять хотя бы сушеное легкое на что-нибудь менее калорийное. 100 грамм сушеного легкого 450 килокалорий. Сушеные колтыки, рубцы, трахеи еще больше. Это прям жирный продукт, правда, весьма калорийный. Даже если мы вместо сушеного легкого будем использовать несколько кусочков отварной куриной грудки или грудки индейки, мы уже классно снизим калорийность. Но тут можно переборщить, и такие вещи я стараюсь все-таки просчитывать. А вот в плане овощей мы можем вообще ни на что не обращая внимания, ни на то, сколько их там используется, ни на корм. Классно их давать в качестве лакомства, в качестве разнообразия среды, в качестве использования для занятий, чем угодно, для поисковых игр и прочего, прочего, прочего. Это весьма классно работает. И, конечно, звучит, может быть, сейчас не очень радостно, что вот овощи, фрукты можно использовать как лакомство. Мы совершенно точно не должны использовать токсичные продукты. Это виноград, изюм, макадамия, лук, чеснок, авокадо. Ну, благо, это не самый частый, кроме, может быть, виноград, продукт, который могут быть интересны собаке или кошке. И овощи можно использовать очень по-разному. То есть если собаке дали сырой кусочек кабачка, а ей не понравилось, это не значит, что ей вообще больше никакие овощи ни в каком виде никогда не подойдут. Это кабачок. Можно сварить, можно заморозить. Для тех же самых котиков классно работает переморозить, перетереть в пюре, нагреть и подмешать к корму. Классно. Овощи можно использовать с промышленными кормами. Они не повлияют на общий баланс рациона, за исключением крахмалистых овощей. Вот. Но если говорить там кабачок, тыква, брокколи, стеблевой сельдерей, да пожалуйста, это классный способ разнообразить жизнь, обеспечить низкокалорийное лакомство и, в общем, обогатить среду обитания питомца. Вот. Если не нравится сырой, может быть, запеченный продукт, может быть, вареный, пожалуйста, овощи – это источник клетчатки. На нее никак не повлияет ни в лучшую, ни в худшую сторону термообработка. Классно делать вот такие вот чипсы из кабачка или тыквы. Пожалуйста. Тоже хороший вариант. Вот это вот слева – это сушеная тыква. И собака, которой вообще не нравятся никакие овощи сырые, может отлично реагировать на чипсы из тыквы или кабачка. Почему бы нет? А еще можно кусочки отварных овощей или подсушенных, или подвяленных, или вот таких вот чипсов заворачивать в пищевую пленку и класть на 2-3 часа в контейнер с чем-нибудь сильно пахнущим, с копченой курочкой, с колбасой, с чем угодно. Они пропитаются запахами, и это тоже позволит сделать из них классное лакомство. Правда. Ягоды некоторым нравятся. Чуть-чуть черники вполне может использоваться для поощрения собаки. Почему нет? Вот. Есть специальные добавки с клетчаткой. С кошками может быть сложнее в этом отношении, но есть, например, клетчатка для кошек Пуся, которая тоже вполне себе может использоваться как способ увеличить количество еды в миске, в конце концов, визуально, и кошку на вкус она часто нравится. Клетчатка вообще рулит. При снижении массы тела добавление клетчатки – это всегда здорово. И единственные два минуса, которые мы можем наблюдать, если овощей или клетчатки стало слишком много, мы можем увидеть размягчение стула. Особенно, если у нас все-таки есть какие-то сопутствующие проблемы с желудочно-кишечным трактом, тут с клетчаткой нужно делать это просто плавно, постепенно, осторожно, увеличивать количество. Но вообще в норме здоровые животные переносят до 15% клетчатки в сухом веществе довольно легко большинство. Поэтому переборщить с овощами сложно, честно. И у нас может быть какой-то неподходящий вид клетчатки, причем это довольно индивидуально, может привести к метеоризму, ну или опять же тоже к размягчению стула. Ну и там к газообразованию, курчанию. Так получилось, и этот вид овощей сменили на другой. Индивидуальная реакция возможна, но она возможна на все, что угодно. В этом случае мы, конечно, не настаиваем, пробуем какой-то другой продукт. Вот. Это первый вариант, как можно помочь изменить взаимодействие. И, кстати, когда я говорю про использование лакомств, особенно таких, которые самому владельцу кажутся невкусными. Собаке-то, кстати, может понравиться. А вот владелец может казаться, что, ой, ну ужас, как же я буду давать какую-то там тыкву, это же ужасно. Классно работает артистизм, особенно в отношении собак. Если собака привыкла сидеть в ресторане рядом с владельцем и есть из его тарелки, если владелец будет просто резко нарушать этот ритуал, усаживать собаку на пол, говорить, ничего тебе из своей тарелки не дам, на тебе тыкву, ты же ее, конечно, не будешь, потому что это какая-то гадость, ну на, доктор сказал, надо. Это не сработает. Это не сработает, это нарушение ритуала, нарушение предсказуемости. Собака, правда, будет такая, что происходит, все пропало, все плохо. Если собаку оставить в привычном месте, я сейчас не касаюсь того, стоит ли, в принципе, приучать собаку к такому, с этим могут прийти. Как бы не страшно, с этим можно работать. И владелец положит себе в тарелку тех же самых чипсов из тыквы и будет точно так же, как собака привыкла давать ей своей тарелке кусочки, собака съест за милую душу. Ей важно взаимодействие в данный момент с социальным партнером. А с учетом того, что она может еще немножко пропахнуть едой из тарелки, так вообще хорошо. И в целом, если владелец будет просто, как вкусно, просто обожаю, такой вкус, такая еда, ой, кусочек упал, ну ладно, съешь, ну что же сделать, поделюсь с тобой. Собака поверит. Они классно списывают наши эмоции. Поэтому не надо настраивать владельца на то, что это гадость, но вы как-нибудь запихните вместо привычного куска сушеного легкого. Нет, это классно, здорово, вкусно, давайте, демонстрируйте это всем своим видом. Сходите на курсы актерского мастерства, у вас все получится, мы вас верим. Вот, это особенно для собак это работает. Для кошек иногда, кстати, тоже, но с кошками у нас сложнее всегда в этом отношении. Еще. Что касается физической активности. Опять же, меньше есть, больше бегать, в целом-то вроде бы рекомендация не самая плохая, но при снижении массы тела 80% эффекта дает диета, 20% физическая активность. И в целом, вспомните формулу для расчета базового уровня потребления энергии варит. 70 умножить на массу тела в степени 0,75, 70 килокалорий. Вот эти 70 килокалорий, эта же формула используется для расчета потребления энергии, когда вместо цифры 70 килокалорий используются 100 килокалорий. То есть всего 20-30% энергии используется для физической активности. Даже если мы сейчас не говорим про ожирение. И это для активных животных, для тех, которые часто много гуляют и так далее. Всерьез снизить массу тела за счет физической активности можно только, если это будут какие-то экстремальные на выносливость нагрузки. Вот там ездовая хаски с нартами в снегах при минус 35, она может снизить вес только за счет физической нагрузки без изменения калорийности рациона. Для просто домашних, квартирных, городских животных будет не очень эффективно. Это классная помощь. Мы совершенно точно не забываем про физическую активность. Если у нас, не дай бог, собака, которая на улицу выходит только в сумочке до сидения автобуса, ладно, не автобуса, до сидения машины, и не гуляет, потому что она же дома ходит на пеленочку, вот это ужасно для собаки в принципе, как факт, вне зависимости от ее веса. Гулять своими ногами – это, господи, свобод передвижение, свобода осуществления возможности двигаться – это одна из пяти важнейших свобод. Это залог благополучия. То есть двигаться – это классно, увеличивать активность – это классно. Если мы сможем увеличить количество мышечной ткани, мышечной массы, мы тем самым увеличим энергопотребление даже без дополнительного увеличения активности. Потому что жир, он есть больше не просит, он не требует энергии. Мышцы требуют энергии, даже если мы лежим. Поэтому увеличивать активность классно, но нагрузка должна быть монотонной. Если говорить про собаку, то лучше мы 20 минут шагом походили, но все это время ходили. Чем собака выбежала, пробежала 5 шагов, легла отдохнуть, отдышаться. И дальше такие, ну все, мы нагулялись, пошли домой. То есть лучше это будет не очень высокая интенсивность, но достаточно длительная. И поскольку очень часто при выраженном ожирении мы уже имеем проблемы с опорно-двигательным аппаратом, с этим нужно быть осторожнее. Возможно, вообще стоит вести такого пациента совместно с реабилитологом, чтобы разработать безопасную программу по активности. И даже плавание, которое классно для помощи в снижении массы тела, особенно когда у нас есть еще остеоартроз сопутствующий, это классно, это здорово, но даже плавание можно не всем, если что. Поэтому с этим лучше убеждаться. Вот, но самое классное для кошек, да, 10-15 минут охотничьих игр 2 раза в день, это базовая рекомендация для всех кошек, это классно. И вот такая вот активность и вообще переключение внимания на взаимодействие с питомцем, с выдачей лакомства на повышение активности на взаимодействие, на игры, это очень здорово, потому что это улучшает взаимодействие с владельцем. И владелец может обнаружить, что, во-первых, кошка, которая там раньше славилась деструктивным поведением, перестала это делать. С ней начали играть регулярно, чтобы она похудела, а кошка такая, ух ты, а жить вообще хорошо. Оказывается, есть что-то в этом мире, кроме еды. Оказывается, мой социальный партнер умеет делать что-то такое интересное, классное. Так что это здорово, мы про это говорим, но мы не надеемся на физическую активность как на единственный способ снижения веса. Без диеты чаще всего это не сработает. Но это важно, нужно и здорово. И в целом, если владелец говорит, что как же так, я ему не буду давать те лакомства, и альтернативу не рассматривает, или как же так, я буду взвешивать порцию, ограничивать количество еды, у него же еда – единственная радость в жизни. Это значит, что у этого питомца, даже вне зависимости от наличия ожирения, ужасная жизнь. Еда не должна быть единственной радостью, вообще никак. Даже если собака маленькой декоративной породы и ходит дома на пеленку, она все равно должна гулять, чувствовать новые запахи. И если кошка весь день спит дома, она все равно должна играть. Она может хотеть играть не в то время, когда это хочет владелец, но от этого можно потихонечку переучить. А все остальное – нюхательные игры, охотничьи игры, обогащение среды – это то, что обязательно должно быть по умолчанию у любого питомца. Поэтому в любом случае мы можем ограничить в отношении рациона. При всем использовании овощей и специализированных диет не всегда получается сделать так, чтобы этого по объему нормально хватало, чтобы не было желания попрошайничать и еще что-то. То есть это может меняться. Но еда все равно не должна быть единственной радостью в жизни. Собака ест в день минуты 4. Если сильно замедлить ей поедание, 7 минут, хорошо, возможно. Если существо получает радость в жизни 7 минут в день, а остальные 23 часа 53 минуты не получает. Что-то тут не так. Честно, что-то тут не так уже само по себе. Так что у меня, опять же, я пишу про интерактивные миски, про головоломки, про поисковые охотничьи игры. Если человек никогда с этим не сталкивался, есть классные книги Татьяны Романовой. Есть вебинары, которые можно найти тоже специалистов по коррекции поведения. Вот эта вот книжечка, которая на слайде, это микрокнижечка, в которой просто описано что-то около 40, по-моему, разных вариантов игры с собакой, которые не требуют либо ничего, либо там, не знаю, втулку от туалетной бумаги в качестве инструмента. Конечно, совсем с нуля сложно начать понять, как так играть, если владелец никогда этого не делал. Но можно вполне рекомендовать, ну, прям, либо образоваться самостоятельно в этом отношении, либо обратиться к специалисту по коррекции поведения собак. Потому что занятие с собакой, дрессировка, дрессировка нужна не для того, чтобы собака там по команде сидеть, лежать, зайка, кто там служит, неважно. Владелец может считать, что его вот любимой бонечке, пусечке, это вообще не надо, пусть этим служебные собаки занимаются. Но это же про взаимодействие, это про налаживание контакта, это про то, как классно вообще общаться с собакой, а не только ее кормить. И даже для кошек есть такое классное исследование. В этом исследовании были кошки приютские и владельческие, которых на какое-то довольно большое количество часов изолировали от любых растрожителей. Ну, грубо говоря, пустая комната, там ни еда, ничего. И потом оценивали, что предпочтут кошки, предпочтут ли они после этого пойти поесть, или они предпочтут контакт социальный с человеком, которого они знают. И только 37% кошек предпочли поесть, остальные предпочли контакт с человеком. Ну, то есть даже для кошек взаимодействие с владельцем – это важно. И еда не единственный способ проявить заботу со всем. Так что прям рекомендуем, это классно. Вот. Ну и сейчас популярны всякие азимпики и прочие для людей. Владельцы иногда спрашивают, а можно ли какие-то таблетки ему дать, чтобы он похудел, отстаньте от нас со своей диетой. Ну, вот, в общем, даже для людей не лучшая, конечно, идея худеть на таблетках. Что у нас точно возможно? Если у нас кошки с доклиническим липидозом, то есть вот это вот любимые по УЗИ признаки, ну, теперь они говорят с театозом, вероятно, признаки с театозом, то мы, в принципе, можем таким пациентам назначать элькарнитин. Вообще карнитину придаются магические свойства, то, что он может усиливать метаболизм жиров, не давать им, по сути, ему жиру откладываться в периферическом депо, особенно если это совмещать с физической активностью. Некоторое влияние на это, правда, есть. Это так. Но в плане какой-то волшебного влияния на снижение массы тела при очень выраженном избыточном весе я иногда это использую. То есть у меня есть собаки, которым мы уже в два раза вообще калораж снизили, они никак не начинают снижать вес, и это становится уже довольно странно. Вот, я могу попробовать, числе прочего, добавить карнитин. И я назначаю довольно часто кошкам с выраженным ожирением, просто потому, что это такая вот профилактика обострения липидоза в случае чего. Без надежды на то, что это само по себе им поможет похудеть. И, в общем-то, похожая история с медикаментозным влиянием на аппетит. У кошек и собак тоже есть. Есть два изученных препарата ветеринарных, это Дирлотопит и Миртратопит. Дирлотопит у нас недоступен, причем был недоступен всегда, даже в лучшие времена у нас не был сертифицирован. И его можно применять до 12 месяцев, там достаточно сложно тетруется доза. И есть Миртратопит, который был раньше у Ервета, сейчас я не видела, интересовала, недавно как бы не нашла, мне кажется, больше нет в производстве, но хотя бы теоретически он у нас встречался. Вот, он назначается, он более короткого, скажем так, действия, и на фоне диеты без приема лекарств и на фоне вот таких вот двух-трехнедельных периодов может быть до 10% потери веса. И здесь, конечно, куча ограничений, но, во-первых, 10% потери веса – это далеко не все, что необходимо зачастую, особенно, когда нам сильно мешает жир, когда у нас уже вот прям обострение просто всего, что можно, задыхается, сердце останавливается. Вот, очень спорно. И на отмене этих препаратов вес наберется обратно, если мы не будем корректировать параллельно диету. Вот, аппетит, они, вероятно, в первую очередь снижают аппетит, причем доза зависима. И именно снижение потребления еды отвечает за вот этот вот эффект снижения веса, ну, за большую часть этого эффекта. Поэтому коррекция диеты в целом дает то же самое, только более длительно и без потенциальных побочных факторов. Оба препарата могут иметь гипототоксичность. Если у нас есть любые патологии печени, оба препарата не рекомендуется применять. Нельзя применять на фоне приема стероидов, при гипотиреозе, в период репродукции, и вообще нельзя кошкам. Кошкам нельзя совсем никак, ни под каким видом. Прям вот очень высокая вероятность манифестации липидоза. Вот, поэтому вопрос применения таких вот волшебных палочек крайне спорный. Я периодически размышляю над применением этих препаратов как раз в критичных случаях, когда надо быстро снизить вес хоть как-то, и это может ускорить просто процесс снижения массы тела на ранних этапах. Но пока ни разу не экспериментировала, скажу честно. Прям слишком много, но и чаще всего, когда надо довольно бодро снижать массу тела, у меня как раз нету возможности применять, потому что могут быть какие-то отклонения по печеночным показателям, например. Может, с состоянием печени это напрямую не связано, но я вполне возможно не буду пока рисковать в этот момент. Так что вопрос интересный, в принципе, можно над этим думать. Будете экспериментировать, пишите мне, будет любопытно. Снижение массы тела должно происходить постепенно. Это 1-2% в неделю. На самом деле даже до 3% в неделю считается адекватным, но обычно 1-2. И скажу честно, чаще всего я владельцам строю вот такие вот графики в Excel. Далеко не все их заполняют, но для тех, кто заполняет, это еще классный дополнительный способ мотивации и контроля процесса. И здесь, собственно, зеленая линия – это скорость снижения веса на 1% в неделю, синяя линия на 2% в неделю. А оранжевая – это то, как реально у конкретного пациента этот процесс шел. И здесь получается очень часто, когда оранжевая линия идет рядом с зеленой или даже над зеленой. Если у меня нет заболеваний, которые серьезно осложняют жизнь пациенту в процессе, в смысле, при наличии ожирения дополнительно, я, скорее всего, не буду торопить. А еще на графике классно видно эпизоды, типа уехал в отпуск, оставил маме. Прямо пока живу у родителей, обычно тоже можно на графике отследить. Но здесь в целом торопиться тоже нет необходимости. Такие графики или просто, когда владелец раз в неделю взвешивает, записывает, чаще, чем раз в неделю не надо, а раз в неделю вполне можно. Это дополнительный способ мотивации. То есть мы видим, что по чуть-чуть, плавно, тихонечко наснижается, и это прям обычно очень улучшает настроение владельца. Это такой способ получить тебе дофамин. Просто так на халяву. Честно скажу, ни разу не видела кого-то, кто опустился бы ниже синей линии, за одним исключением. Это кот, который как бы плавно снижал-снижал, ближе к зеленой, и все с ним было хорошо. Потом с ним случилась почечная недостаточность, и он резко похудел. Даже когда я довольно заметно ограничиваю калорийность относительно текущей, они не худеют быстрее, чем на 2%. Если вам страшно брать и переводить на порцию, рекомендованную на идеальный вес, и все такое, не бойтесь. Ну или строите графики, рисуйте, взвешивайте, проверяйте, что это не быстрее, чем на 2%. Если вдруг вам повезет, и вы увидите быстрее, повысите порцию обратно. Ничего страшного тоже не произойдет. Поскольку, напомню, до 3% на самом деле, прям совсем край. Быстрее, если процесс будет происходить быстрее, то есть мы вообще еду убрали, чаще всего это будет говорить о том, что потеря веса происходит за счет потери мышечной массы тоже. А мы этого не хотим. Зачем нам это делать медленно? Затем, чтобы у нас не терялась мышечная масса. Вот, снизить вес вполне возможно. Здесь, конечно, не самая очевидная фотография, но поверьте, тут разница что-то, по-моему, около 8 килограмм, если я не ошибаюсь, на фото слева и справа. Это возможно, это классно. И владельцы очень часто, очень рады, когда начинают, ну, то есть происходит снижение веса, очень часто происходит куча бонусов, перестают хромать, исчезают какие-то другие сложности. Очень часто я слышу, ой, а мы думали, что у нас кошка уже старая. Конечно, пятилетняя кошка уже старая, поэтому она снизила вес, избавилась от лишнего килограмма жира и начала бегать и прыгать, как котеночек. Она просто не старая была, ей просто будет тяжело и больно бегать, что теперь не больно. Так что это классно, это работает, это возможно. У меня владельцы иногда такие, ну, мы с ними все провели, консультацию, они получили рекомендации, все выслушали потом. Доктор, скажите честно, хоть кто-нибудь похудел? Да, да, это возможно. Кто-нибудь похудел, у вас тоже получится. На этом все, что я хотела рассказать. Если у вас вдруг будут варианты с использованием препаратов, пишите, мне действительно было бы интересно об этом знать. Вот, можно писать в мой блог. Всем спасибо и всем хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok